Продолжение следует... В разделе «Тенденции в живой природе» ученики анализируют процессы воспроизводства и питания, используя групповые обсуждения и наглядные пособия. Особое внимание уделяется функциям основных компонентов клетки, работа с микроскопом, что способствует повышению познавательной активности учащихся, позволяя им более глубоко понять изучаемый материал. Ученики объясняют функции основных компонентов клетки и составляют рационы питания, изучая распределение питательных веществ у животных и растений. Для достижения цели обучения используются формирующие и обобщающие оценочные задания, а также критерии-дескрипторы для анализа и обобщения информации. На рисунке представлены две клетки – это животная клетка и растительная клетка. Клеточная структура состоит из трех основных компонентов – это ядра, цитоплазмы и клеточные мембраны. Исследование клеток с использованием усовершенствованного микроскопа подтвердило эту триаду, подчеркивая важность каждого элемента для функционирования клетки. Ядро – это ключевая структура клетки, хранящая генетическую информацию. В большинстве клеток содержится одно ядро, но встречаются также клетки с двумя или несколькими ядрами. Цитоплазма отвечает за интеграцию и взаимодействие внутриклеточных органоидов, которые являются стабильными компонентами, важными для выживания клетки. Все живые организмы способны к размножению, создавая похожие на себя существа. Размножение происходит двумя способами – половым, необходимым, то есть здесь необходимые самец и самка, и бесполым, достаточно одного организма. На рисунке представлены схемы, способы размножения растений – половым и бесполым путем. Здесь также представлены способы размножения организмов. Бесполое размножение включает несколько способов, таких как почкование, фрагментация, деление и клонирование. При этом клетка разделяется на две части, образуя новый организм, что приводит к появлению идентичных особей, не имеющих различий. Половое размножение включает самца и самку, где ключевую роль играют половые клетки – гометы. При взаимодействии образуется плодотворение зигота, которое делится и формирует плод, постепенно напоминающий своего хозяина, будь то растение, животное или человек. Рост живых организмов связан с увеличением размера тела, который происходит благодаря постоянному делению клеток. У человека рост и развитие сбалансированы в течение определенного времени и зависят от генов. У животных рост непостоянен, он продолжается на протяжении всей жизни. У некоторых видов, таких как крокодилы, в то время как и другие, например, млекопитающие птицы достигают определенного размера. Организмы по типу питания здесь на рисунке представлены. Автотрофные, гетеротрофы и миксотрофы. Процесс питания обеспечивает обмен веществ и энергии, необходимых для таких функций, как движение, разговор, дыхание, мышление, сон. Организм должен восстанавливать энергию, потребляемую за день с помощью пищи. Существует два типа питания животных организмов. Это автотрофные и гетеротрофные. На рисунке было представлено. Автотрофы производят органические вещества из неорганических через фотосинтез. К ним относятся растения и некоторые бактерии. Гетеротрофы получают органические вещества в готовом виде через пищу и включают животных, грибы и большинство бактерий. Спасибо за внимание.